Почему самолеты боятся? Почему самолеты боятся? Именно поэтому, когда вы находитесь в самолете, вы находитесь в очень защищенной среде, в отличие от среды вне самолета, где она никак не защищена и никем ничего не гарантируется. Другое дело, что наш мозг, когда мы находимся в среде для нас привычной, то есть элементарно, мы можем стоять совершенно спокойно в пробке на Ленинградском шоссе, в левом ряду, навстречу нам несутся грузовики, мы не испытываем никакого страха. Почему? Потому что эта среда для нас привычная. Просто потому, что наш мозг, он устроен таким образом, что то, что привычно, оно не есть опасно. Хотя на самом деле это может быть опасно. То есть, например, для инкассатора, который выходит из банка с миллионом долларов подмышкой, это привычно, это его работа, он не испытывает в этот момент никакого чудовищного ужаса. Если бы мы выходили из банка с миллионом долларов подмышкой, для нас это непривычно, мы бы очень сильно испугались. То же самое самолет. Вместе со всеми его звуками, движениями, турбулентностью и так далее. Вообще, на самом деле, люди, которые боятся перелетов, делятся на три группы. Мало кто об этом знает, но вообще 30% людей боится летать. Вот эти 30% делятся на три группы. Первая группа людей видит проблему в самолете. В самолете, в самом факте полета, отрывы от земли, пилотах. Естественно, средства массовой информации очень нам помогают бояться летать, да, потому что какие-то ужасные комментарии постоянно там про то, что... Вот я могу пример привести. Недавно какой-то товарищ выложил в интернете на ютюбе ролик, где самолеты в Бильбао в испанском садились при перекрестном ветре. Это совершенно нормальная практика в авиации. Больше того, любой пилот с четвертого урока летной школы знает, как посадить самолет при перекрестном ветре. Это не есть нонсенс. Перекрестный ветер не первый раз был в Бильбао. То есть это нормальная авиационная ситуация. Кто-то заснял это на ютюб, выложил этот ролик на ютюб, и, соответственно, люди стали смотреть это все. Тысячи людей посмотрели, все это выложено там на тысячах блогах и так далее. Так вот, совершенно нормальная ситуация, при которой самолет садится при перекрестном ветре. Единственное, что когда человек смотрит на это, неосведомленный, то есть не разбирающийся в авиации, человек смотрит на это, он видит, что самолет летит как-то криво. Потому что, на самом деле, когда мы садимся при перекрестном ветре, мы поворачиваем нос к ветру и летим боком, на самом деле. И уже только перед самым касанием полосы самолет выравнивается. Так вот, для обывателя, который не посвящен в это дело, это может быть как-то странно на вид, потому что самолет вроде бы как летит криво. Но ситуация, на самом деле, абсолютно стандартная. Теперь слушайте, как освещается такая ситуация в СМИ. А в СМИ говорят следующую вещь. Это Первый канал, цитирую. Только чудом удалось избежать массовых авиакатастроф сегодня в Бильбау. Ветер носил многотонные махины, как бумажные самолетики. Но, к счастью, удалось избежать жертв. А вот на что отнести это, на мегапрофессионализм пилотов или на везение, пусть каждый для себя решает сам. Когда человек, который, не забывайте, у которого feeling of insecurity in the world, то есть ощущение и так, что он как бы в этом мире ни в надежном, ни в безопасной среде находится. Когда ему такое говорят по Первому каналу, то он близко больше к самолету не подойдет. Чудо, массовая авиакатастрофа, как шмар, бежать. И, соответственно, такие вещи провоцируют, естественно, массовую аэрофобию, совершенно никак не связанную с действительностью. Вот. Мы говорили о том, что люди делятся на три типа. Первый тип людей видит проблемы в самолете. Их так научили, их так воспитали, их так рассказало телевидение и радио, они видят проблемы в самолете. Самое интересное, что таких половина. Вторая группа людей никакой проблемы в самолете не видит. То есть они видят проблему в себе, в своем организме. В том, что мне будет страшно, и я умру от страха. У меня будет страшно, у меня становится сердце. У меня будет страшно, у меня будет инсульт, у меня будет инфаркт, у меня будет, будет, будет. А замкнутое пространство, сбежать из него нельзя, а что делать? И меня накроет паникой, и кто мне поможет? Это целая большая категория людей, которые не видят угрозы в самолете, а не видят угрозы в своем механизме страха, то есть в своем организме, по сути. Третья группа людей, которые совмещают первые две. То есть человек боится и самолетов, и себя в этом самолете. Что важно знать? Важно знать несколько вещей. Важно знать, что это проблема, и проблема неправильной, некорректной работы головы. То есть не надо ограничивать себя, не надо ограничивать свою свободу, не нужно ограничивать свою семейную жизнь и карьеру, идя на поводу каких-то пустых страхов. Почему я говорю, что страхи пустые? Скажете вы там, возможно что-то случится, но теоретически возможно, что и кирпич на голову сегодня упадет. Вопрос вероятности. Так вот вероятность того, что с нами что-то случится, начиная от входа в аэропорт и заканчивая выходом из аэропорта в пункте назначения, она сильно меньше, чем вероятность того, что что-то случится с нами с той стороны аэропорта. И поэтому если мы очень сильно переживаем о своей жизни, то логическим мышлением было бы, это как раз стремиться как можно большее количество времени проводить на борту самолет, потому что именно там мы находимся в защищенной среде. Посмотрите на эту картинку, достаточно интересно. Это сайт, который показывает реальный воздушный трафик сейчас, в данную секунду времени над Европой. Вот мы можем ткнуть мышкой в любой самолет, мы можем посмотреть, что это за самолет. Это ТР Берлин, который летит из Берлина в Пальма-де-Майорка, Боинг 737, мы видим его высоту, мы видим его вертикальную скорость даже, набирается он высоту или снижается, его скорость движения и так далее. То есть, на самом деле, плохо видна карта Европы из-за обилия самолетов в небе. То есть, посмотрите, это действительно какая-то должна быть очень умная система для того, чтобы все это было возможно. У нас 10 лет в мире не происходило столкновение двух воздушных судов. 10 лет в мире ни разу. Представляете, сколько за эти 10 лет в мире столкнулись автомобили на Земле? То есть, эта система, эта система работает. Если вы боитесь эту систему, то это не потому, что эта система плохая или опасная или ненадежная, это потому, что что-то у вас в мышлении работает не совсем корректно. И вот эти вот ошибки в мышлении людей, которые боятся летать, они, в принципе, совершенно стандартные. Мы их знаем на сегодняшний день практически все. То есть, я 4 года занимаюсь аэрофобией, видел около 3,5 тысяч пациентов уже с этой проблемой. И могу сказать, что удивить меня ничем нельзя. То есть, все, что люди, с которыми боятся летать, говорят, они все говорят, в принципе, одно и то же. То есть, те же самые ошибки в мышлении. Пример. Если происходит что-то с самолетами, значит, это очень опасно. То есть, дайте мне абсолютную безопасность, тогда я поверю, что это безопасно. Но при этом мы забываем, что абсолютной безопасности не бывает нигде. Ни там, ни там. Вопрос только вероятности. Когда здоровый человек думает о рисках, мы думаем не о качественном их, есть риск или нет риска, мы думаем о том, насколько он вероятен. Да, вероятен, нет, невероятен. То есть, здоровый человек, у которого глава работает правильно, она в состоянии сравнивать риски, насколько он велик или низ. Следующая ошибка, что если, не дай бог, что-то случится с самолетом, нет никаких шансов. Это совершенно неправильно. Потому что, во-первых, мы не оцениваем только шанс на выживание в той или иной ситуации, мы еще должны оценивать шанс наступления этой ситуации. То есть, если в нас сейчас попадет ядерная бомба, не дай бог, на улице, прямо мне в голову, у меня шанс выжить будет ноль. Если я попаду в ДТП, у меня шанс выжить будет 90%. Но что для меня большим риском является в масштабах моей жизни? ДТП или попадание ядерной бомбы? Естественно, ДТП. Потому что шанс на то, что эта ситуация настанет, он гораздо больше, чем шанс того, что она не настанет. Соответственно, в данном вопросе мы четко понимаем, что это те самые неправильные схемы мышления человека, которые приводят к страху. Действительно, если ты полагаешь, что ты идешь в какую-то очень опасную ситуацию, из которой нет шансов, не дай бог, спастись, если что. И именно это то, что делает ее опасной. То естественно, что тебе будет страшно. Соответственно, нужно корректировать вот такие неправильные убеждения. Следующее очень распространенное убеждение. На земле я все контролирую, со мной точно ничего не случится. А когда я сажусь в самолет, я делегирую полномочия, доверяю каким-то незнакомым людям, которых я даже не знаю, я им доверяю свою жизнь и безопасность. Sorry, но это тоже неверное убеждение, потому что на самом деле на земле мы не то, что ничего не контролируем, у нас есть иллюзия контроля. Это да, то есть мы верим, что все нам подконтрольно. Мы верим, что мы лучше всех водим машину, и с нами точно ничего не случится на дороге, и нам не упадет на голый кирпич, потому что мы всегда аккуратно смотрим наверх, когда ходим. Только вопрос, когда мы смотрим наверх, почему мы не смотрим вперед. То есть может что-то случиться, если мы не посмотрим вперед. Соответственно, это тоже неправильное мышление, да, человек. И таких примеров достаточно много, когда неправильное мышление вызывает страх. Следующая проблема, которую очень часто сталкиваюсь в работе с аэрофобами, что мне будет очень страшно, я испугаюсь, и что-то со мной случится. То есть я не думаю, что там с самолетом что-то случится, что-то случится со мной, с моей физиологией, с моим организмом, у меня не выдержит сердце, у меня не выдержит мозг, я не знаю, все что угодно. Тут надо понимать, что это тоже ошибка в мышлении. Почему? Да потому что страх дан нам матушкой природой, чтобы нас спасать, если что. Для того, чтобы мы могли выжить в ситуациях, которые опасны. А если мы, соответственно, имеем какой-то механизм, который дан нам природой для того, чтобы спасать нас, он не может нам вредить. Поэтому если ты полагаешь ошибочно, что из-за страха я умру, если у меня что-то случится, то это еще одна ошибка в мышлении. Теперь вопрос, откуда эти ошибки в мышлении? Почему у кого-то они есть, а у кого-то они нет? Если мы посмотрим на самолет, в котором летит 300 человек, эти 300 человек делятся на две группы. Примерно 250 человек спят, читают, мирно посапывают себе. А еще 50 человек будет хвататься в подлокотнике, прислушиваться каждому изменению звука двигателя, оценивать, как бежит, не бежит, как выглядит стюардесса, улыбается она или не улыбается. И потом, когда они приземляются, вот эти 50 человек, они приземляются, хватаются за телефоны, ну вроде пронесло, долетело, слава богу, не трясло. Как будто бы имеет значение, трясет или не трясет. Особенно учитывая тот факт, что турбулентность не представляет себе никакого риска для самолета. Соответственно, почему люди-то разные? Почему у одних мышление такое, а почему у других мышление другое? На самом деле причин здесь много. Первая причина – это генетика. Как я уже говорил, это зависит от того, какие гены мы берем от своих родителей. То есть если мы берем ген тревожности, то есть либо папа, либо мама у нас тревожные люди, и мы берем их гены, то, соответственно, мы вообще склонны видеть мир как очень опасное место. Мы склонны видеть мир, где место, где нужно все время быть самому на чеку, иначе будет плохо. Такие люди очень трудно делегируют полномочия кому бы то ни было. Если они кому-то доверяют что-то сделать, они 150 раз перепроверят за всеми. Потому что генетически мы смотрим на мир как на место опасное. А самолет, как необычная для нас среда, она очень хорошо подходит под то, чтобы его бояться. Мало что понимаем в этом деле, да, как-то она вообще тяжелая, эта махина, непонятно, как она летает. Я ничего не контролирую, нужно делегировать полномочия. В общем, как-то все это очень стремно и неприятно. То есть первое – это генетика. Второе – это воспитание. Естественно, если ребенок растет, и он растет под жестким контролем родителей, туда не ходи, это не делай, здесь тебя убьют, здесь тебя изнасилуют, здесь тебя не трогай, здесь тебя током ударят, здесь один-два шарфика, а то продуют. Естественно, что ребенок, который вырастает в таком воспитании, он в конечном итоге начинает видеть в мире еще большую угрозу. Те ситуации, которые для нас привычны, вот есть какая-то ситуация, которая для нас привычна. Окей, наша нервная система адаптирует и запоминает, что я в этой ситуации был 150 миллионов раз, ничего со мной не случилось, значит, она безопасна. Вспоминайте про инкассатора или про пробку на Ленинградке. Но как только мы попадаем в самолет, в самолете мы находимся редко, соответственно, у нас тут же срабатывают ошибки. То есть у нас, как в компьютере, накапливаются ошибки в голове. Ситуация необычная, нестандартная. Вестибулярный аппарат человека не предрасположен к тому, чтобы находиться вообще на высоте в полете. Мы формировались 3 миллиона лет эволюции на Земле. Наш вестибулярный аппарат имеет 3 канала. А когда мы находимся в полете, у нас есть 6 степеней свободы, то есть мы двигаемся в 6 плоскостях. И, соответственно, вестибулярный аппарат не в состоянии корректно отрабатывать. То есть ему кажется, что что-то происходит, мы куда-то проваливаемся, а на самом деле скорость с 850 поменялась на 847. А вестибулярный аппарат говорит, спасайся, ты проваливаешься. Потому что он не работает корректно. Есть определенные упражнения и навыки, которые человек может выучить для того, чтобы избавиться от этих ошибок вестибулярного аппарата. Собственно говоря, мы говорим о том, что аэрофобия при всем при том и страх полета никак не связаны с действительностью. То есть есть пироги отдельно, мухи отдельно. То есть пироги – это действительность, в которой вот здесь все хорошо. Ну, извините, но если над Лондоном десятилетиями самолеты заходят на посадку, каждые 30 секунд садится самолет, да, и еще каждые 30 секунд залетает самолет, и ничего ни с кем не происходит, значит, эта система работает, и система работает очень хорошо. А если 60 лет, извиняюсь, в Лондоне не было ни одного случая, чтобы кто-то ушибся. Да, и не только в Лондоне. Я могу много таких аэропортов привезти, где даже Шереметьево, да, там. Все в порядке в полнейшем. То есть это система, которая работает. Вот. Теперь вопрос, мы продолжаем, почему люди, некоторые спят спокойно, читают газеты, а некоторые хватаются за подлокотники. Мы сказали генетика, сказали воспитание. Третье, что влияет на всю эту ситуацию, это младенчество, да, поскольку мы на сегодняшний день знаем, что когда младенцу первые два месяца жизни, у него в голове прописываются линки, да, то есть некие связки, которые отвечают за понимание безопасности вообще, да, то есть за ощущение безопасности. Когда мы вырастаем потом, нам это нужно, нам нужно чувствовать себя в безопасности. Если родители в первые два месяца не заложили эти связки в наши головы, то, к сожалению, человек вырастает, и у него будет общая склонность к тревожности, да. Вы знаете таких людей, которые постоянно тревожатся, постоянно переживают, постоянно видят негативные варианты развития ситуации той или иной, и это идет оттуда, это родом из детства, как говорится. Следующее, что влияет на нашу склонность мыслить неправильно относительно самолетов, это наш характер. Чем больше ты тревожный, чем больше ты мнительный, чем больше ты подозрительный, чем больше ты видишь везде обман и наколку, и не умеешь делегировать полномочия, не умеешь доверять людям, тем страшнее тебе будет в самолете, и это очень естественно. Следующее, почему все говорят, ну вот люди, которые боятся летать, они говорят, вот раньше я же летал там или летал и не боялся, или не боялась, а вот чего-то меня вот теперь накрыло. Почему? Потому что для того, чтобы этот механизм запустился, то есть у нас есть генетика и воспитание, и младенчество, это создает предрасположенность, да, но мы еще не боимся летать. Для того, чтобы мы испугались и начали быть аэрофобами, для этого нужно еще что-то. Во-первых, нужно, чтобы количество стрессов, которые мы накопили и пережили в своей жизни, чтобы оно превысило какую-то красную линию, да, то есть пока наша стрессовая система, то есть у нас не было в нашей истории, в нашей жизни, у нас не было очень много стрессов, предрасположенность есть, болезни нет. Как только вот эта вот красная черта стрессов переходится, то есть мы где-то там устали, где-то перенапряглись, с кем-то поругались, что-то случилось в нашей жизни, мы становимся очень сильно предрасположенными, чтобы наша просто предрасположенность переросла уже в аэрофобию. А дальше достаточно того, чтобы произошло что-то маленькое-маленькое. Неважно что. Что-то, что наш мозг оценил как угрозу, как опасность. Самолет тряхнуло. Или самолет ушел на второй круг. Это нормальная в авиации техника, да, когда мы не уверены на 100%, что мы можем гарантировать безопасную посадку, мы просто уйдем на второй круг. Это нормально. Но в голове у человека, который имеет те самые и воспитание, и генетику, и предрасположенности, тревожно-мнительный склад личности, и характера, это может быть оценено как почти разбились, почти что-то случилось. И человек испытывает колоссальный страх. А дальше начинается избегание. Когда человек избегает полетов, в его голове записывается однозначно, что полет это опасно. Почему? Потому что я его избегаю. Все очень просто. То, чего человек избегает, автоматически становится опасным. Автоматически считается, что нам туда не надо больше. А раз нам туда не надо, значит это опасно. Замкнутый круг получается, да? Соответственно, если кто-то из вас склонен к страху полета, самый главный совет, самая большая рекомендация, которую я могу дать, это никогда не избегать полета. Потому что если вам придет в голову, ну что-то вот как-то сегодня, не знаю, облачка на небе не такие, дай-ка я не полечу лучше, да? Не знаю, неспокойно мне, тревожно мне. Это будет самая большая ошибка, которую вы можете сделать. По причине того, что как только вы уйдете из аэропорта и поедете домой, ваш мозг запомнит тут же, на месте, что эта ситуация была крайне опасна. И никакая уже статистика, и никакие картинки тысяч самолетов, одновременно находящихся в небе над Европой, они уже не будут работать, потому что наши действия, они предопределяют то, как мы мыслим. То есть если я ушел от опасности, значит опасность существует. Понятно? То есть, соответственно, первая и самая главная рекомендация, это никогда не избегать полетов. Если человек избегает полетов, ему будет очень сложно потом вернуться. А все-таки полеты — это свобода. На сегодняшний день мир огромный и прекрасный. Есть возможность путешествовать, есть куча замечательных направлений, куда можно сесть и улететь, даже когда февральская московская шлякоть вам уже очень надоела. Есть красивые аэропорты, есть замечательные самолеты. Все хорошо. Лишить себя всего этого во имя каких-то пустых страхов — это очень серьезный ошибок. И не надо ее никогда делать. Следующий вопрос. Что делать, если все-таки есть страх полета, предрасположенность есть, он уже появился. Для нас каждый полет — это какое-то мучение или испытание. Что же со всем этим делать? Несколько вещей. Во-первых, изучить физику. Основы физики, по крайней мере, для того, чтобы понимать, как вообще эта штука летает. Потому что для многих людей это между магией и черной силой какой-то. Или черной магией, какой-то непонятной силой, которая как-то там держит все это в воздухе. Непонятно вообще, на чем это все держится. Не понимаем, мы начинаем фантазировать. Вообще так устроен человеческий мозг. То есть, когда мы что-то не понимаем, мы замещаем отсутствие знания. Чем? Фантазия. Соответственно, мы начинаем фантазировать, и фантазируем мы совершенно не то, что есть на самом деле. Надо понимать, что самолет летает не вопреки законам природы, он летает благодаря ему. То есть, мы не идем ни в какой конфликт. Мы не вторгаемся в природу и не делаем что-то противоестественное. Мы всего лишь очень четко используем законы природы в наших с вами целях. Быстро и здорово перемещаться с места на место. И все вот эти вот самолеты, они летают не потому, что у них там, как кажется, аэрофобом, что у них все нормально работает и все у них исправно. Или потому что пилот там не ошибается никогда. Ничего подобного. Из тысяч самолетов, которые вы здесь видите, у кого-то что-то неисправное, и где-то какие-то ошибки люди допускают, но это ни к чему не приводит. То есть, в голове у тех, кто боится летать, что если, не дай бог, что-то случится, мы все там камнем упадем вниз. Или там, если кто-то ошибется, все камнем упадут вниз. То есть, вот это слово упадет, 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 оно очень сильно засело в головах тех людей, которые боятся летать. На самом деле, нужно понять, что это не так. Почему это не так? Потому что самолет летает не вопреки законам природы, а благодаря им. Он даже называется, послушайте слово, самолет. Он сам летит. Вот, например, вертолет, он летит, пока вертится. Он не самолет. А самолет, он самолет. И даже по-английски, он airplane, да? То есть, он не называется моторолет, он не называется engine plane, он называется самолет. Потому что физика процесса такова, что самолет может летать сам. Теперь, чтобы вас сильно не грузить, как говорят, какими-то сложными физическими законами и так далее, я могу привести очень простое объяснение, как летает самолет. Значит, самолет имеет вес. Понятно, что вес действует вниз, да, перпендикулярно земле. Соответственно, должна быть какая-то сила, которая действует в противоположном направлении вверх. Что это за сила? Это подъемная сила. Теперь, откуда взять подъемную силу? Почему у этого микрофона нет подъемной силы, а у самолета есть? Все очень просто. Я вам предлагаю такой эксперимент. Едете в машине, когда открываете окно, разгоняйтесь до скорости 80-100 км в час, если вы найдете в Москве такую возможность, выставляете руку вот так вот в окно под углом 45 градусов. Что будет с рукой, кто знает? Она будет подниматься вверх, правильно? Никто не пробовал никогда? Попробуйте. Это очень интересно, потому что оно дает физическое понимание процесса. То есть, просто на скорости 80-100 руку вот так в окошко по ходу движения. На вашу руку будут действовать точно те же силы, которые действуют на самолетах. Давление под рукой будет большим, а давление над рукой будет маленьким. Это создает подъемную силу, которая больше, чем вес руки. Поэтому рука будет подниматься вверх. Теперь, если мы остановимся, рука больше не будет подниматься вверх, она повиснет. Почему? Потому что для образования подъемной силы нам всего лишь нужно, чтобы рука проходила через воздух на скорости. То есть, движение молекул воздуха под рукой и над рукой должно быть. С определенной скоростью. То же самое с самолетом. То есть, для того, чтобы самолет летел, нам, в принципе, необходимо три вещи. Нам необходим воздух, нам необходимо крыло и нам необходима скорость. Это все всего лишь. Нам все равно не нужно, чтобы все у них работало супер, и чтобы там никто, не дай бог, не отключилось, или никто что-нибудь не перепутал бы. Это не принципиально. Принципиально три вещи. Крыло, воздух и скорость. Воздух есть везде. Поэтому, кстати, можно сразу развеять миф про воздушные ямы. Опять же, каждый аэрофобт знает, что самолет проваливается в ямы. Какие ямы? О чем вы, ребята? Какие могут быть ямы? Воздух — это газ. Газ есть везде. Если вы вспомните школьный курс физики, то молекулы газа занимают весь объем. То есть в данном случае объем — это между поверхностью Земли и окончанием атмосферы. То есть газ есть везде. Раз газ есть везде, то какие ямы могут быть? Куда вы собираетесь проваливаться? В какие ямы, если газ есть везде? А мы опираемся на молекулы газа. Поэтому это всего лишь фантазии, которыми мы, как всегда, замещаем отсутствие знаний. Так вот, если у нас есть воздух, есть крылья, а крылья за 120 лет авиации еще не отваливались никогда, то есть человечество уже давно знает, как сделать так, чтобы две железяки прочно друг другу приделать, чтобы они не развалились. То и нам остается только для того, чтобы самолет летел, нам нужна только скорость. Теперь эту скорость мы берем откуда? Из работы двигателей. И дальше у каждого человека, который боится летать, в голове сидит, а вдруг они сломаются. Первое. Что нужно знать по этому поводу? То, что двигатель просто так не ломается. Дело в том, что двигатель — это очень надежная штука. Один двигатель стоит порядка 10 миллионов долларов. Выпускаются двигатели, как правило, компанией Rolls-Royce или компанией General Electric. Каждый двигатель разрабатывается десятилетиями, тестируется еще годами. И поэтому так, чтобы они просто взяли и отказали, такого не бывает. Больше того, если отказал двигатель, есть другой двигатель. Самолет совершенно спокойно может лететь на одном двигателе без всяких проблем. Все вот эти советские фильмы, где у кого-то отказывают двигатели, там мужчины сидят в поту, пытаясь вырулить самолет, из какого-нибудь крутого пике, это все сказки. На самом деле, ничего подобного. Самолет с одним двигателем совершенно спокойно летит, он может летать в Америку и вернуться обратно. И поэтому нужно понимать, что один отказ одного двигателя, даже если он происходит, что происходит крайне редко. У нас коэффициент надежности двигателя — это один отказ на 2 миллиона часов налета. Это 228 лет непрерывной работы нужно, чтобы двигатель отказал. Но даже если это случается, есть второй. У нас двигатели между собой никак не связаны никоим образом. То есть они абсолютно разделены. Один отказал, есть второй, нет проблем. Но даже если отказали опыт двигателя, чего на самом деле не бывает, но даже если предположить, что это будет, то это не значит, что самолет начинает камнем падать вниз. Потому что физику никто не отменял. При опускании носа самолета вниз создается угол приближения к земле. Мы приближаемся к земле. А тот, кто учился в школе хорошо и был пятерочником или хотя бы четверочником по физике, он помнит про закон Ньютона. А закон Ньютона нам говорит, что если что-то приближается к земле, то оно разгоняется. А если что-то разгоняется, приближаясь к земле, то у него растет подъемная сила. То есть любой самолет может планировать, и может планировать 40, 45, 50 минут в зависимости от ветра. За это время он может пролететь 400-500 километров, а за 400-500 километров можно найти, куда сесть. И опять же, мы говорим о крайне редком случае, отказа двух двигателей. Но вот я за 20 лет помню один такой случай на Гудзоне. И то не потому, что они сломались, а потому, что туда залетела стая пеликанов. Вот так вот они решили покончить свою жизнь. Соответственно, первый мой совет — это учить и физику. То есть элементарные знания физики, подъемные силы, теорема Берноуля, закон Ньютона — это все не очень сложно для того, чтобы понять, что самолеты не падают ни с какого неба, ни с каким камнем вниз. Это фантазия. Это первое. Второе, если вы все-таки понимаете, что проблема в вашем складе характера, в вашей личности, что вы тревожны, вы мнительны, вы подозрительны, то, скорее всего, у вас есть предрасположенность к болезни, которая называется аэрофобия. И если эта болезнь присутствует, то ее нужно лечить. Эта болезнь определяется всеми международными классификаторами как болезнь. Бояться того, что на самом деле безопаснее, чем идти по улице, ну, как бы нелогично и неадекватно. Только потому, что для нас это непривычно, это недостаточный довод для того, чтобы бояться этого. Соответственно, нужно лечить эту болезнь. К счастью, на сегодняшний день в мире есть специализированные центры, уже более 30 лет эти центры работают. В каждой уважающейся нормальной стране есть специализированный центр по лечению аэрофобии, который имеет весь запас необходимых знаний, навыков, теорий, оборудования. У нас есть специальные тренажеры, на которых человек может постепенно привыкать к нахождению в самолете. И все эти центры имеют абсолютные знания для того, чтобы 98% людей, которые туда обращаются, избавляются от страха полета навсегда. Я здесь вижу несколько своих вылечившихся пациентов, которые раньше годами не могли к самолету подойти вообще. А если и подходили, то подходили в таком измененном сознании, что даже говорить о нем не хочется. И, соответственно, эти люди летают, и летают с удовольствием. Соответственно, это все вполне исправимо и устранимо. Поэтому второй мой совет такой, что если логические, рациональные знания физики полета, безопасности воздушного транспорта, статистики, если вы открываете флайт-радар, предположим, вы видите вот это море самолетов, вы говорите, да, но был же случай там 8 лет назад, когда вот там чего-то случилось, нас не проведешь, да? Что это такое? Это некорректное мышление. То есть мы берем один какой-то случай и выдаем его за систему. А берем систему и говорим, это все случайность. А я почему-то должен оказаться именно обязательно в случае, и все, и мне разумные доводы не помогают. Если вы чувствуете, что логика не работает, рационал не помогает, обращайтесь к специалистам. Есть специалисты, хватит решать проблему старинными русскими методами. Потому что таким образом проблема не решается, она только усугубляется. Вот. А в принципе, на сегодняшний день есть очень много всяких знаний для того, чтобы помочь каждому человеку, который испытывает страх во время полета, научиться летать спокойно. Третий совет. Перестаньте думать о турбулентности. На самом деле, это какая-то неестественная ситуация с турбулентностью. Потому что, с одной стороны, от турбулентности еще никто не пострадал. То есть, было несколько случаев, когда кому-то на голову падали чемоданы в самолете во время турбулентности. Это было. Были случаи, когда человек там и шел в туалет, и падал, и ломал себе там ногу, руку, шею. Было. Но не было такое, чтобы что-то из-за турбулентности случилось с самолетом. Не было. Почему? Потому что самолет летит внутри воздуха, да? Этот воздух имеет полное право двигаться как по горизонтали, это называется ветер, так и по вертикали. Это называется турбулентность. А никакой проблем это никому не несет. Но при этом все люди, страдающие аэрофобией, слово турбулентность это практически матерное ругательство для них. То есть, ребят, турбулентность это нормально. И не нужно видеть в ней проблемы. И не нужно этим вопросом все время думать о нем, переживать о нем, выискивать какие-то там нормы, где турбулентность сильнее, где она меньше. Это абсолютно лишнее. Турбулентность не является проблемой для самолета, и все, точка. И чем больше вы, чем меньше вы будете думать о турбулентности, тем лучше вы будете ее переносить. Да, она есть, это нормальная, это естественно, так и должно быть, точка. В общем, глобально я попытался донести до вас, что проблема страха полета это та самая схема про пироги и мухи. Пироги отдельно, мухи отдельно. Там котлеты были. То есть нет ничего общего между страхом полета и какой-то там статистикой или действительно или мнимой опасностью воздушного транспорта. Проблема она в том, как мы мыслим, в том, какие гены мы имеем, в том, какие мы люди. Можно с этой проблемой справиться самостоятельно методом получения адекватных знаний. То есть не средств массовой информации про чудом удалось избежать массовых катастроф, а из адекватных нормальных источников. Есть интернет, есть блоги, которые ведут пилоты, есть в конце концов, есть наши курсы. То есть есть определенные источники нормальной, корректной информации об авиации, которую вы можете получить. Если этого не хватает, значит нужно получать профессиональную помощь и решать эту проблему. Потому что в противном случае ваша свобода передвижения будет уменьшаться, уменьшаться, уменьшаться. Фобии вообще так устроены. То есть если мы идем у них на поводу, то наша свобода личная, к сожалению, либо уменьшается, либо пропадает вовсе. Есть много случаев, когда человек отказался от авиаперелетов из-за страха, потом он начал накрывать паникой в каком-нибудь поезде, потом в машине далеко от дома, потом из любой ситуации, откуда нет немедленного выхода, немедленного бегства. Нет возможности немедленного бегства. И люди приходят к тому, что они имеют все, кроме свободы. А это очень печально. Мир слишком хорош для того, чтобы лишать себя возможности быть свободным и передвигаться по нему. Если какие-то у кого-то есть вопросы, я буду очень рад ответить. Про самолеты, про страх, про авиацию, про что хотите. Есть такое. Я не только был, я и есть пилот, и буду. Бывших пилотов не бывает.